В этом этапе мы получили основное уравнение электромагнитного поля Я глубоко раздеваю, что все это вам на самом деле излагалось еще на втором курсе за всякой квантовой механизм Все, что я рассказал, это фактически только напоминание того что тогда делалось Но после того, как мы получили это основное уравнение дальше стоит вопрос Все-таки мы хотим описывать поле у статьи как набор осцилляторов Какое отношение это основное уравнение имеет к осциллятору? Давайте вспомним тоже известный с одного, наверное, с первого, наверное, англокуса Обычный осциллятор Линейный или гармонический И в гармонном подходе эта система описывается совершенно затвержденным вами, я надеюсь, выражениями такого слова Но более того, решать соответствующее уравнение не надо, потому что, опять же, я надеюсь, что это нехорошо известно Если я выберу х, сменяющийся по закону косинуса То сразу же мы получим, что P, которое есть масло на скорость, будет минус M, B, Омега на синус Все это абсолютно хорошо известно Но на втором курсе мы с вами проходили, что можно пользоваться не только X и P, но и другими обобщенными координатами и имбульсами Среди них особенно подчеркнули, что важно выбирать комбинации такого слова М Омега и Х плюс ИП Вот такая комплексная величина Любят ее из разных соображений записывать с множителем 2M В нашем случае мы даже введем H Хотя в данном случае никакого отношения к классической механике она не имеет, это просто вопрос нормировать Так, хорошо Это одна величина Вместо X и P можно употребить 2 комплекса величины А С, которая уже будет собирать минус P На то же самое 2M В аналитической механике доказывалось, что если мы возьмем в качестве переменной А в качестве обобщенного импульса Как бы такие, я сейчас вспомню, соответствующие коэффициентики, да? Ну да То это тоже будут канонические переменные И для них пенальтериальный Новый Будет Немножко попроще, чем старый А именно Он будет выглядеть так А H Омега А с крестом на А Ну и, кроме того, сами эти переменные А и А с крестом Ну, вы знаете, я буду выражение X и P Подставим Я не буду обращать внимание на константы Но главное то, что это будет пропорционально на амплитуде Дальше будет стоять cos На синус Минус и на синус Это нам даст экспоненту со знаком минус Ну и аналогично Сображенная величина Будет в пропорциональной экспоненте со знаком плюс Читая его лекцию, я говорил такие трезвые слова Что, вообще-то говоря Задача просто про осциллятор Да Никакого особенного выигрыша При переходе от X и P К Q и P Не происходит Ну, просто по той простой причине То раз мы знаем, чем равняется X и P Зачем нам себе усложнять жизнь Выдумывая новые переменные Но все-таки Все-таки речь идет о том, что Эти новые переменные чуть-чуть лучше В каком отношении Даже в классической механике Когда вы начинаете оперировать сексом Дифференцировать его, да Там косинус превращается в синус А вот букву А Сколько я дифференцирую Она останется экспонентной Даже технически получается Что А и А с крестом Немножко более простую имеют зависимость Особенно это начинает хорошо сказываться В условиях, когда у вас есть не просто осциллятор А еще в связи с ними Возмущение Когда переход вот к этим переменным Которые простые Помогает решать задачу Или по крайней мере Развивать теорию возмущений Но для обычного осциллятора Еще раз повторяю Вообще нет проблем Х и П известен Это все, что нам нужно В классической механике И все равно А или А с крестом Это независимые переменные Да? Имеют более простую зависимость от времени Новый геральтериал Да? Он будет произведением Ку на П И с этой точки зрения Он тоже немножко более Просто выглядит Чем исходный геральтериал Вот Зачем? То есть с этой точки зрения Можно это делать В классической механике Но непосредственно Для осциллятора Ничего особенно Такого уж Принципиально Выигрышного Мы не получаем В квантовой механике Уже ситуация стала Немножко другой Если вы помните Во-первых Осциллятор В квантовой механике Точно решается Это Есть одна из Хорошо понимаемых моделей Да? Дальше Операторы Вот эти Величины классические Превращаясь В операторы Приобретают Очень ясный Физический смысл Один из них Становится Оператором Уничтожения Второй Атоморождение В том случае Что воздействуя На функцию Отвечающая Н-тому Уровню энергии Он переходит Переводит ее Функцию Отвечающую Либо Н-1 Либо Н-1 Уровню энергии И тем самым Становится Крайне Полезным Все это знание Вот Все это Связанное С классической Квантовой Механики Мы перенесем В область Теории Поле Причем Теории Такого Сложного Поля Как Электромагнитное Вопрос А как это сделать? Да? Мы хотим Мы хотим Наш объект Который Описывает Поро Это Две Независимые Компоненты Вектора А Мы хотим Ее представить Как набор Осциллятора Что это означает? Это означает Что у нас Здесь Должны быть Величины Такого Вот Такого Вот Так Зависящее От времени Если Это Будет Набор Осциллятором То Значит У нас Гаминтониан Этой И всей системы Будет сумма Таких Гаминтонианчиков Чем будут отличаться Осцилляторы Поля? У них Вообще Как говоря Будут разные Частоты Разной частоте Будет отвечать Разный Осциллятор Разные Операторы Рождения Уничтожения Кроме того Мы что говорили Что здесь Две Независимых Компоненты Для Каждой Из этой Компонент Будет Свой Набор Тот Который Мы получили Еще Желтгу Это Наша Стратегическая Идея Какая? Давайте Я ее Сформулирую Электромагнит Постепенно Вниматель Вот Есть Выражение Для Энергии Электромагнитного Поля Как она выглядит Энергия Электромагнитного Поля Я совершу ее Простой Буквой Е Вместо Е Вычуранное Для Поля Это Есть Интеграл Плотности Энергии По Объем По Объему Так Вот Этот Интеграл Мы хотим превратить в некоторую сумму Вот Такого Сорда Уражений Причем В классической Механике Конечно Каждая А От времени Зависит Каждая Со звездой От времени Зависит Но Легко Согласить Что Их Произведение От времени Зависит Не будет Поэтому Полная Энергия Поля Пустоте Ни с кем не Взаимодействующего Должна Сохраняться Вот Такая Наша Будет Программа Действий Давайте ее Начнем Выполнять Для этого Возьмем Скажем Вот Этот самый Векторный Потенциал Разложим По плоским Волнам Это значит Мы напишем Таким Таким образом Здесь Выставить И В степени И К И какой-то коэффициентик Так Коэффициентик Набор Набор Из Времени И координат Так Что Эта штука должна Зависит от Т Замечательно Дальше Ну Вообще-то Е И В Строго говоря Вещественные Величины И А Должен быть Вещественной Величиной Чтобы Это Выражение Было Вещественным Давайте Мы Напишем Ее Уважаем Вещественность То есть К этому Слагаемому Добавим Коэффициент Сотраженное Хорошо Теперь Вот Эти Величины У нас Немножко Должны быть Похожи На Такие Индекс Про Который Мы Говорили Здесь Он Частично Появляется Потому Что У них Этот Финдекс Возник Но Наши Величины А И А Звездочка Должны Таким образом Зависит от времени А то есть В каком Уравнении Должны У 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 Она У У И К У У У — У от D и по R можно под знаком интеграла от R зависимость содержится в экспонентах, от T зависимость содержится здесь эти кусочки независимые, поэтому посмотрим, что под знаком интеграла будет при коэффициенте не в степени и к R вот при этом коэффициенте при нем будет следующее, вот эта производная когда я ее применю вот сюда, здесь возникнет вторая производная под D от этого коэффициент дальше у меня возникнет минус и градиент а дифференцировать по R я должен эту экспоненту при одном дифференцировании выскочит множитель и К при втором дифференцировании выскочит еще один множитель вот получилось такое уравнение но я его сразу же могу переписать в каком виде намножим же левую и правую часть на С в квадрате и учтем, что И в квадрате это есть не что иное, как минус и что мы видим что действительно из волнового уравнения вытекаешь на эти коэффициенте выделяя обычному уравнению для сцелятора ну значит и решение должно быть на налогинчатую, да? какое же решение? вот этот вот кусочек должен зависеть по закону а кстати я забыл сказать, что в качестве частоты здесь будет употребляться цена по квадрате значит и частота сама должна иметь индекс строго говоря даже реакторный хотя видно, что в итоге частота зависит только от молока значит здесь будет зависимость вот такого сорта а в сопряженной величины будет зависимость со знаком плюсом и так у нас действительно получилось, что этот А есть набор асцеляторов но, может быть, у этих асцеляторов частоты непрерывным образом распределены в зависимости от значения вектора К и это самый, грубо говоря, правильный способ разговора но для большей наглядности, чтобы это было действительно выглядеть просто как набор да и как-то соображение размерности играет в эту пользу можно попробовать перейти от непрерывного распределения к дискретному делается это вот таким образом мы предполагаем, что у нас мы предполагаем, что в пространстве x или xz у нас имеется некоторый такой вот большой, очень большой проектипит у которого одна гонавика x, другая алья y и третий z так что произведение это x, это некоторый объем, внутри которого заключено наше поле поскольку у нас дальше очень часто будет встречаться оператором возмущения век давайте объем будем называть какой-то вычурной буквой, чтобы его отличать от возмущения так, хорошо на границах этого объема нужно что-то потребовать от этого поля либо то, что оно исчезает на этой границе либо, что немножко более технически удобно, что в этой точке и в этой точке условия периодически повторяются ну а тогда это будет означать, что у вас эти поля набравшие фазу в меж степени, например, px на nx должны совпадать с полем в нуле но это означает, что px на nx должно равняться 2p на некоторое целое число nx значит, сами вековые станут квантовыми x-овая компонента, y-овая, z-овая и все это вместе будет 3 вектора с квантовыми величинами ну раз это так, то мы можем здесь отинтегрировали и перейти к суммированию волновые функции, которые при этом у нас будут у нас будет 2 в степени ик на nx где k квантованный, да? а условия их ортогональности вот что-то нам понадобится, когда я его антихно запишу разберем волновую функцию минус ик на n, где k квантовый, где k дискретный намножим разобряженную волновую функцию минус ик на n, где k квантовый, тоже дискретный проинтегрировали по всему объему v что мы получим? если k и к штрих совпадают, здесь будет стоять единица мы получим просто объем а если k и к штрих не совпадают? ноль так что, тогда здесь будет стоять дельта символ не дельта функция, а дельта символ вот такую штуку мы воспримем ну и дальше еще, что нам нужно тогда мы можем взять и вместо интегрирования внести суммирование пока ну и будет известное правило перехода, связанное с этой намной волновкой когда понадобится, мы его воспроизведем то есть все будет то же самое ну и теперь у нас будет действительно дискретный комбор осцилляторов к чему мы все время и стремились так, хорошо значит, какой же у нас получается рток? есть бесконечное число есть бесконечное число значений k им соответствует дискретное значение частот или поры описывается как набор осцилляторов но анализ не пройден еще до конца вы помните, мы говорили, что стартовали мы от шести функций поскольку мы такие хитрые нам удалось дело смести только к трем функциями к трем компонентам вектора a но эти три компоненты стеснены еще вот этим условием так что независимых является всего два так что на самом деле тот набор осцилляторов, который здесь есть это есть два набора осцилляторов давайте в явном виде это попробуем расписать вот возьмем какой-нибудь вектор a, k да он от времени известно как зависит но раз a имеет вот такое вот требование то для этих компонент тоже будут определенные требования итак если мы потребуем чтобы диверенция a равнялась 0 мы опять можем наложить это требование под знаком интеграла эти состояния независимые поэтому коэффициент ие в степени и, k, r в результате этого требования идет к чему? здесь возникнет при дифференцировании множитель и, k мы уже это проходили на множество на, k и он должен равняться нулю таким образом тут получается утверждение что как выглядит a от x щедровато но как выглядит a, k от t очень просто a, k от t должно быть k перпендикулярно ну и то что здесь записано на самом деле есть плоская математическая волна у которой векторный потенциал непременно лежит в плоскости вообще говоря комплексный вот теперь, да непременно лежит в плоскости перпендикулярная к направлению распространения этой волны непременно непременно и обязательно это очень удобно таким образом мы свели трехкомпонентную величину a x и трехкомпонентную величину а с двум компонентом плоскости перпендикулярной k это все то что касается векторного потенциала но из электродинамики вы знаете что у плоской волны электрическая магнитная поля лежат плоскости перпендикулярной k это тоже можно спокойным образом осуществить но в самом деле если а вот такое так омико какое почему будет равняться поле никаких проблем берем это выражение подставляем вот сюда немедленно получаем что выскакивает в общем множде и омега но даже надо сказать минус и омега все это делится на c с названием минус значит плюс омега c да прошу прощения и на c я вынесу а дальше а дальше останется сумма а к и что в этой сумме будет будет а к от т известным образом зависящий и и и еще умножитель омега к он идет и омега но он идет по ценовой сумме и и и и и и и и и Ну и аналогичным образом можно записать B B свернется к векторному произведению Градиента на А То есть на этот раз высказать множитель ИК И я вынесу и останется сумма по К К умноженное векторно на АК на Лев степени ИК И опять минус АК на Т на Лев степени ИК Вот эту величину Вместе со знаком И Можно назвать БК Эту величину БК с отряженной БК Вот эту величину вместе с ИМС Можно назвать ЕК Вот это И там с отряженной Так что видно следующее Что электрическое поле направлено так же в К пространстве Как и векторный потенциал То есть лежит в плоскости перпендикулярной К Магнитное поле Перпендикулярных А А значит перпендикулярных электрическому То есть возникает картинка к которой нам привыкли Если монохроматическая волна распространяется вдоль направления К То электрическое поле в некоторый момент времени Если направлено вот сюда То магнитное поле в этой же плоскости перпендикулярно к нему И тройка Е, Б и К Та же самая что Х, Y и Z Так что если мы например Ось Z направили сюда Да? То Е и Б должны лежать в плоскости Х, Y Очень хорошо А теперь когда они лежат в плоскости Х, Y Можно их разложить По двум компаниям Например Например Е и Б имеют одно направление А независимо можно иметь какое-то направление здесь Ось ХО Ось Y Так что мы можем в качестве Двух независимых компонентов Взять EX и EY Да? Или AX и AY соответственно Поскольку мы с А статовали Но предпочитает И Это в дальнейшем Окажется очень удобным Брать циркулярную поляризацию 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 При которой Вектор Располагается так Он имеет Скажем X, Y, Z Составляющую такую Единица Плюс и минус I 0 Вот эта штука Соответствует циркулярной поляризации Причем При знаке плюс Минус Поляризация называется правая циркулярная При знаке минус левая циркулярная Дальше Дальше Для нормировки Здесь можно ввести корень из двух Единичку Ну и совсем уже Вещь которая следует из чистой условности Общую фазу здесь можно взять какую угодно Но предпочитает следующее Минус, плюс Вот это Вектор Комплексный Единичной длины Верхнему знаку соответствует Волна Которая Вращается В почесовой стрелке Или так Правая Если это Х, Y Ветерик Ну в общем Так вот как здесь нарисовано Если вращение идёт оси к ветерику То это будет правая поляризация Если на рот, то левая Такие векторы будем называть Единичными векторами Они должны быть отмечены индексом k Поскольку ось z выбрана на 0k И знаками Плюс-минус единица Часто вот это Значение Плюс-минус единица Положительная Правая или левая спиральность Правая или левая поляризация Затем будет связываться у нас Со спиральностью Фотона Я вот должен только вас честно предубедить, что В принципе нету едино-этиленологии на эту тему Ну скажем В курсах, которые вы слушали В нашем университете В книжках Ландау Всюду Как в теории поля Так и в этой самой В контуре Тридамике Принята именно такая Телинология Но Если вы возьмете Старинные Глассические Книги По оптике То там Любили смотреть На луч света Не с этой стороны А вот с этой стороны Поэтому там Понятие правое и левое Поляризация прямо в противоположном Но мы будем Придерживаться Современной Точки Зрения Ну хорошо Значит Наш этот вектор А Мы можем представить В каком виде Во-первых Он содержит Такую зависимость от времени Во-вторых Он есть Может быть Разложен По Двумным компонентам Да? Вот Ну и конечно Должны быть Коэффициенты Разложения Вот эти коэффициенты Разложения Это уже доведенный До самого Основной Крайности Элементарного Астерлянта Поэтому Его Можно было бы назвать Коэффициентом А Зависит Уже не зависит От времени Ну От Каа И от Янта Может быть Лучше всего Сказать Что вот это Вместе взятое И есть И есть Если я эту штуку Изничтожу И есть Вот этот вот Сам Осциллятор Который от времени Зависит таким образом Но он Этих Этих Векторов Буква Лярда Пробегает Всего два Значения Один Один Так вот Можно было бы Сделать Но мы Должны И стремиться К чему Наша цель Наша цель Чтобы Энергия Имела Вид Набора Отдельных Осцилляторов А если мы Сделаем это Таким вот образом То Мы К этому Непременно Придем Но Может быть С какими-то Дополнительными Коэффициентами Здесь Чтобы Этого Избежать Давайте Мы Все-таки Ведем Здесь Какой-то Лучший Нагоровочный Коэффициент Общая Мораль Которых Мы Пришли Если Мы Представим Вектор Вектор Потенциал Зависящий От Рамки Ребени В виде Набора Которого Сумма Идет По Бесконечному Набору К По Двум Значениям Набора Вот Такого Некоторый Набора Коэффициент Единичный Вектор Поляризации Плоская Волна Волна Коэффициент При этом Разложении Он Уже Будет Чисто Скалярная Штука Полностью Отличающая Свойственным Обычным Асциллятором Если ВЦ Похитримся Подобрать то вся энергия поля будет записана в виде суммы энергии отдельных инстераторов конечно, нужно к этому еще добавить комплексное соображение я так напишу просто плюс комплексное соображение все, наша цель сделана ну, конечно, точно такое же разложение будет и для электрического поля и мы сразу можем сказать, что вот эта самая компонента при электрического поля чтобы не забыть есть И Омега К на С на на компоненте фолье от верхового потенциала от аналогично компонентам фолье монститного поля должна равняться и К на компоненте фолье от опять-таки этого самого на векторного потенциала а сам векторный потенциал а сама компонент фолье векторного потенциала есть сумма двух слагаем все что наша задача разложения выполнена мы действительно представили как набор осцилляторов осталась только техническая подробность найти правильный этот коэффициент мы продолжаем разговор в том же самом русском и это несколько более хитрая вещь но я еще раз сказал что она не несет никакой большей идеи нагрузки это чисто техническая задача как подобрать коэффициент С чтобы из этого угрожения преобразованного дальше С и В проиментированного по всему объему получить такую штуку с с с технической деталью но она не должна нас заслонять того факта, что принципиальную вещь мы уже выполняем я еще раз повторяю я очень хотел, чтобы начальные разделы этих лекций были поняты до деталей в том, чтобы потом на следующем этапе, когда все это будет повторяться для болей спинорных или для болей бозонных чтобы все это было уже воспринималось как простая не вызывающая затруднения вещь и так как раз сейчас удобно сделать перерыв перерыв наша чисто техническая задача показать что удачным подбором вот этого коэффициента С мы можем выражение для энергии вот оно, это выражение для энергии превратить в сумму энергии отдельных эстреаторов так чтобы не возиться с коэффициентами давайте для начала рассмотрим одно отдельно взятое слагаемое без коэффициента 8П так значит у нас будет интеграл по всему объему от Д3Р от Е в квадрате по всему объему каждая Е у нас вот такая вот супрая сумма и нам придется все это и писать значит сумма пока так синтеграл снизу по Д2Р так как у нас выглядит Е Е КАТ ОПСП на Е в степени и КАТ плюс комплексность отраженная но я его тоже вытяжу так 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 еще раз повторяю на этом этапе давайте просмешивать за всеми деталями так хорошо сумма полярка внутри этого подразумевается вот здесь такая сумма но это у нас подножие вверхом нужно умножить на второе Е это будет сумма по другим индексам ну например по КАШТР так и снова будем то же самое выражение Е по КАШТР зависящий от Т на Е в степени И КАШТРР на то же самое Р правильно? вот и сопряженная величина Е сопряженная от КАШТРР на Т на Е в степени минус и КАШТРР на Р так очень хорошо вот что у нас получится когда мы перемножим вообще-то возникли четыре слагаемых так? но заранее можно сказать следующее вот слагаемое вот это переможенное на вот это слагаемое что бы там мы не вытворяли суммами и с интегралами зависимость от времени здесь будет какая? эта вещь зависит от времени по закону Е в степени минус и Омега КАШТ конечно из интегрирования вот этой Э вот этой и вот этой экспоненты мы выясним что у нас там КА и КАШТРР отличаются только знаком то значит Омеги у них одинаковые но одинаковые Омеги означает что это произведение будет зависеть от времени никуда от этого факта не денешься аналогичным образом если я возьму произведение вот этого на вот это я получу зависимость от времени от времени которое тоже ничем не сничтожится поскольку мы знаем что энергия сохраняется что это означает? это означает что такие слагаемые непременно должны быть изгнаны от ответа откуда это возникнет? а у нас еще есть форме П и в той сумме будет точно такие же слагаемые и они все эти изничтожат это очень это очень хорошее упражнение которое я советую вам проделать самостоятельно оно очень полезное для того чтобы как-то привыкнуть к этой технике но итог то такой итог такой получился что единственное слагаемое которое останутся это это произведение этого на вот это и соответственно сопряженная к нему величина вот с этим можно разобраться подробнее так причем заранее ясно что это должно быть вот так что же заранее ясно вот если я возьму здешний экспонент и доложил на эту экспонент и проинтегрирую то я получу вот такой вот ответ что это мне даст? это даст мне В в качестве общего множителя и кроме того двойная сумма превратится в одинаковые поскольку k оказался равным k штриху так что при этом у меня возникнет? у меня возникнет e k от t умноженное на e сопряженное от чего? от k штрих который тоже равняется k так от t от t но зависимость от t не будет ликвидирована очень удобно и правильно точно так та тоже самое возникнет когда я возьму произведение из этого на это поэтому итог не должен еще уговорить очень хорошо а что у нас получится дальше? дальше у нас мы вспомним что каждый декады выглядит вот так вот да? и того у нас получится 2 2 sum ok так еще будет сумма ну сейчас мы его будем разбирать во-первых вот этот мордик доможенный насопряженный это даст нам om в квадрате да? на c в квадрате раз дальше каждый ак в свою очередь есть cк так что здесь возникнет cк в квадрате один ак будет сумма лямбда от чего е от к лямбда на а от к лямбда от t это я записал полное выражение для этой величины доможенное доможенное на вот эту но мы взяли пока что только кроме c а само это тоже будет сумма но уже по другому лямбда штрих это будет е от а лямбда штрих на а от х лямбда штрих от t сопряженная и е тоже будет сопряженная вот получили такое водопрование я вам напомню как у нас выглядели эти самые векторы если k параллельно сез а x y и плоскость трепени гулял и вектор объекта лямбда выглядел так минус лямбда на b 2 1 и лямбда 0 и 0 0 эти векторы единичные были чем взаимно ортогональны то есть можно проверить что если я возьму где от к лямбда сопряженная а где от к лямбда 3 то они взаимно ортогональны очень важно чтобы были одинаковые а лямбда если разные значит и векторы по лямбда единичные взаимно ортогональны это дальше еще нам понадобится свойство полноты оно сводится к тому в квантовой механике если вы помните если мы возьмем произведение волновых функций при разных аргументах просуммированные по всему набору полному набору к чему это приводило в дельта функции от x ну это стандартная процедура для полного набора функций как это отразится у этих векторов вот если я возьму вверх альгия с фиксированным к лямбда то в качестве аргументов у него будут выступать индексы пробегающие значения 1,2,3 x,y,z если я доложу их на e на вектор с другим аргументом и просуммирую по полному набору в данном случае в данном случае полный набор всего 2 штуки да? то кто и может получить? ну я должен получить дельта функцию да? по аргументам ну какую-то дельта функцию в качестве аргумента у меня будут эти вот самые индексы i, j здесь есть однако вот какая хитрость при этом разговоре на самом деле i, j пробегает только два значения x и y у них из этого компонента у них нет если же это такое простое выражение в условиях когда вектор k направлен в долю с и z ну и легко проверить что это действительно так да? а если вектор k направлен не в долю с и z то сюда но сюда запутаются зерновые компоненты а на самом деле это должна быть метафункция по индексам i и j и молитета си его именно в пространстве перпендикулярного кверху k пространство перпендикулярного кверху k строится вот таким вот образом действительно когда k направлено по аксе z да? i и j пробегают значение 1,2 этого слагаемого ни х ни х нету и тогда мы имеем то что надо а в общем случае вот такое вот значит у нас есть соотношение ортогональности соотношение полноты вот что еще всегда мы будем помнить этот вектор при любой поляризации должен быть автогональный терминок вот это у нас такой малый червенский набор в отношении к электрополяризации хорошо что это даст нам в нашем случае вот эти два вектора должны выглядеть вот этому условию ортогональности и значит чем это приведет это приведет к тому у них нескалярное произведение я могу заменить на это это означает что двойную сумму поляризации лям до шлих я могу окончательно заменить однократной суммой таким образом у нас появится сумма по к и по ляму от чего у него о о к в квадрате на c в квадрате на c к в квадрате а сопряженное от к на c на а на на это было вот в таком выражении еще два слагаемых мы явным образом не выписали да помятуя то что при добавлении в квадрат они ликвидируются ну давайте тогда добавим в квадрат в квадрат разделим на 8 и то есть будем рисоваться этой всей инерки что у нас в итоге возникнет давайте посмотрим вот этот множитель у нас возникал из e квадрат от b добавится еще точно такой же множитель это должно быть разделено на 8 п так да кроме того останется сумма по к и по н от о к квадрат на ц квадрат на ц квадрат от сопряженная к н на а несопряженная от тех же индексов к лямбра молот теперь я это все могу изничтожить так а чего все это должно ровняться на наша светлая цель это вот такая сумма индекс i у нас оказался собирательным индексом бесконечный набор k и два значения лямбра так дальше теперь должен стоять h оминь k а k лямбра сопряженная а k лямбра несопряженная но зависимость от времени у них нету чтобы это было понятно что нужно сделать нужно здесь добавить может быть порошка на этот может быть разделить и весь вот этот коэффициент вместе с вот этим обозвать единицей все техническая металь выполнена все становится подтверждением что ck должно равняться форме квадратному из чего тут сейчас сообразим окончательно из 4p hc квадрат так так деленному на оминь и на только не 4p извините здесь 4p двойка это двойка не 4p это двойка так что программа которую мы хотели провести проведена до конца и так если мы разложим наш вектор и потенциал по плоским волнам вот такого сорта и выберем в качестве коэффициента на огоровочную такое значение то величины а и осотряженная как раз и будут представлять координаты и импульсы соответствующего осциллятора поле представлено как набор осцилляторов различающихся чем вектором к и поляризация мягкая очень большой кусок имеющий в значительной мере технические трудности мы преодолели а дальше мы считаем более простые вещи но связанные тоже с дополнительным освоением новых идей это у нас был осциллятор классический так в квантную механику мы переходим в квантную мастературу а так а это а это а а это хорошо я пока не забыл перед следующим трудным этапом давайте я зафиксирую так значит значит грибанов пятый пятый вариант так за три майла второй второй леонова нету раппосов четвертый какой четыре четыре так напишите сюда и свой вариант так все значит еще раз хочу напомнить эти проекты вы будете самостоятельно используя все книги решать выписывать ну и конечно консультироваться со мной и с юрием ивановичем если будут возникать проблемы но решать наверное это придется не не завтра и даже не в сентябре а когда мы подойдем это будет достаточно не близко к тому что часть этих вопросов будет освещаться прямо в лекциях так ну хорошо теперь значит речь идет последующий раздел электромагнитный корик нового солятора раздел теперь рассмотрим планование для чего мы занимались представлением поля как набором осцилляторов потому что с осцилляторами мы уберем обращаться это одна из очень простых и хорошо понимаемых тем нормальной квантовой механики дело в том что нормальная квантовая механика x заменяется на оператор который координата x от t классическая переходит в оператор который в лучшем представлении есть просто умножение на величину x оператор не зависящий от времени да и импульс классический переходит в оператор импульса и классический величина опять таки классическая величина зависящая от времени становится независящим от времени оператором а где спрятана зависимость от времени волновых функций это нормальная шутердиловская поставление ну и тогда наш генетаниал становится оператором в свою очередь становятся операторами и величины а они перестают зависеть от времени и а которое становится а минуски сопряженным да и тоже перестает зависеть от времени что творится с генетаниалом если я вместо p и x подставлю вот эти величины то это хорошо известно в этой самой в обычной квантовой механике то возникнет во-первых модель а комика задающий правильную размерность а дальше будет стоять величина такого сорта а на крест плюс крест на а с коэффициентом одна вторая я думаю это не нужно доказывать это известно дальше эти операторы поскольку выражаются через x и b про x и b мы знаем что они имеют известный коммутатор равный чего даму ни на h ну точно так же зная эту перестановку а а на крест здесь просто единица так если мы получили такой оператор то можно вот эту штуку из из этого выражения а здесь будет а на окрест минус окрест на а равняется единица воспользоваться и поставить ее сюда так это будет единица плюс окрест на а и тогда общий итог тоже хорошо известный получится h помиля этот оператор будет две штуки на двойку разделим получит а крест на а плюс одна вторая ну и дальше вы знаете что решение данномерного соревнования хорошо известно все функции есть там соответствующие полиномы на экспонент удомноженные а уровень энергии георитов h омя на m плюс одну вторая где m понимает значение 0 1 2 и так далее принципиальной важности момент что минимальная энергия не равна нулю равняется половинке h омя отсюда видно что поскольку награда h имеет такую структуру сравнивая с одним ответом мы можем сказать что этот наград оператор как он действует например оператор числа частиц что оператор числа частиц вот эту комбинацию можно назвать оператором числа частиц на что в квантовой механике понимается под частицами речь шла про один единственный электрон да поле осциллятора а что когда вы говорите число частиц что такое под частиц подразумевается квант поле только да подразумевался мы говорили что энергию в этом состоянии можно себе произносить как энергию некоторого количества квантов да так вот причем когда квантов нет то энергия равняется аж омя пополам добавление квантов добавляет аж омя поумноженное число этих квантов вот ну это там это был просто разговор была частица с массой да помните было внешнее поле в которое эти частицы двигались да и когда мы говорили что вот этот оператор можно назвать оператором число квантов то речь шла просто о маркировке уровня энергии больше ни о чем ни о каких так сказать реальных квантов не было бы зато если бы это была заряженная частица двигающаяся вот таком поле то при переходе с уровня n на уровне х-1 излучался вдоль фотонов с такой энергией да а теперь у нас будет совсем другая жизнь совсем другой разговор смотри смотрите там мы достигли утверждения про то что наша энергия есть сумма с эратором давайте перейдем и здесь к квантовой картине квантовой картине если вот эта величина аналогично тому что было у вас стрелянка то при переходе к процедуре панкования мы должны будем заменить ее на оператор так а наш векторный потенциал после этого должен превратиться в оператора независимый от времени независимый только терп здесь тоже будет оператор вместо энергии мы получим галлюциниан который будет сумма отдельно взятых галлюцинианов каждый из которых будет аж кодека каде да и поддарится все то же самое будет вот такой вот набор который мы сведем вот такому набору так аж кодека на n с индексом коррелянга плюс одна вторая и кто такой будет н н с коррелянга это будет оператор рождения да оператор уничтожения но в данном случае это будут кванты данного поля то есть фотоны если там это была значительно удобная терминология связанная с переходом уровня на уровень то здесь это тоже уровни поля и если меняется энергия поля то соответственно все образом возникают или исчезают кванты этого поля вот такая картинка ну хорошо еще точным образом мы получили что поле у нас оказывается квантованным дальше можно вспомнить как эти операторы а и окрест вели себя в отношении полном функции операторы нарушению с их уничтожению уничтожением и и и и И для обычного осциллятора это только молотокая, а для этого торпора, действуя на эту локодочку, перевернив ее в хуйню свою отрицательную поле высокой. И тут еще был множитель n плюс 1. Доброх, агарата, без креста, в данном случае х просто одномерная координата, а не четырехмерные. Поэтому эти операторы назывались операторами оборожения, а эти операторы операторами оборожения. Все очень хорошо. Ну а тогда и в этой картинке поле можно применить тот же самый разговор. А именно у нас, если оператор рождения, причем кванта вполне определенного, заданных волновым вектором, а значит изнанной частотой, изнанной поляризацией. То есть оператор ворожения плоской волны, монохроматической плоской волны определенной поляризации. Если он действует на состояние поля, в котором есть некоторое количество этих квантов. Именно третьих. Вот я буду сказать, там могут быть еще и другие кванты. Состояние поля должно передаваться набором квантовых чисел, включающих всем значениям кай-лянда. Но вот если это есть поле, в котором есть такое количество квантов, и вообще-то говоря, как мы договорились, этот оператор не зависит от времени, а волновая функция от времени зависит, то что мы должны будем произвести? Аналогично этому здесь появится поле минус n, когда нам уже приносили минус n на состояние, опять-таки, какое же состояние? Но состояние, в котором этих квантов будет наименнизу больше, все остальные кванты никак не изменятся. Еще нужно тщательно проследить за зависимостью от времени. Эта форма указала столько состояния, в котором не фиксировано. Зависимость от времени убрана. Между тем мы знаем, что здесь, в зависимости от времени, отвечает множник вверхогон, в котором есть минус i, омега от k на t. И, конечно, есть еще какие-то множители, отвечающие всем остальным состояниям. Но они при этом не меняются, мы на них не будем обращать внимания. А вот здесь, а вот здесь входит величина минус i, омега от k, но квантов стало на 1 больше. Значит, здесь должно быть добавиться, здесь, я прошу прощения, здесь должна быть зависимость, зависимость частоты полида k от t, а здесь будет энергия на единицу больше, да? Так что помимо этого множителя, это отвечало отдельно взятому кванту, то есть таких множителей должно было быть n штук, а здесь таких множителей должно быть на единицу больше. Поэтому, чтобы уравнять в зависимости от времени слева и справа, что мы должны сделать? Ну, например, взять правую формулу, домножить на е в среднем минус i, омега от k на t. Такая частота этих множителей здесь и здесь уравняется. Договорились? Вот такая вот зависимость. Если смотреть переходы в поле, то нужно будет смотреть, ну, ясно, что под действием этого оператора произойдет переход в более высокое состояние, а под действием оператора A произойдет переход в более низкое состояние. А что произойдет по действием оператора вот такого? Он содержит как A, так и A крест. Значит, этот оператор может вызвать переход из некоторого состояния в состояние с фотоном, с квантом на единицу больше и с квантом на единицу меньше. Что может сделать оператор E? Ведь если у нас есть оператор A, то можно будет ввести оператора D, да? А он тоже разлагается только по A и окресту. То есть и E, и B, действуя на некое состояние, могут привести на состояние с на единицу больше или на единицу меньше квантом того или иного сонта. Ну вот, на этом мы давайте сегодня закончим. До свидания. До свидания. До свидания.